Время новостей на телеканале Санкт-Петербург. О событиях этого дня расскажу я, Екатерина Ищенко. И вот некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям 9-го Невского международного экологического конгресса. Телеграмма опубликована сегодня на сайте Кремля. Глава государства отметил, что вопросы бережного использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности находятся в числе ключевых приоритетов. Форум проходит в Таврическом дворце. Эксперты обсуждают эффективные методы охраны лесов, зеленую энергетику, экотуризм и экопросвещение. По итогам каждой встречи участники принимают резолюции с предложением конкретных шагов по улучшению экологической обстановки. Сегодня в Думском зале дворца состоялось пленарное заседание Конгресса. Потрясшая мир пандемия коронавирусной инфекции заставила каждого всерьез задуматься о таких фундаментальных категориях, как ценность человеческой жизни, взаимоотношения между социумом и природой, хрупкости привычного нам мироустройства. Люди снова вспомнили, что человечество и окружающая нас природная среда – это в конечном счете единое целое, а планета Земля – наш общий дом. Ничто так не объединяет страны, как охрана окружающей среды. Эти вопросы обсуждаются на самом высоком уровне. Совсем недавно состоялся саммит лидеров по вопросам климата. Задача государств, городов и регионов – на своем уровне сделать все возможное, чтобы сохранить природу для будущих поколений. Невский международный экологический конгресс проводится с 2008 года. Событие проходит под эгидой Совета Федерации при участии Межпарламентской ассамблеи государств СНГ. В этом году конгресс посетили 820 участников. В завершении пленарного заседания Валентина Матвиенко и Александр Беглов высадили деревья у здания Таврического дворца. Это одновременная экологическая акция и восстановление исторического облика. До революции в этом саду рос боярышник. Теперь 12 деревьев вернулись на свои места. Петербург продолжает подготовку к Евро-2020 и Международному экономическому форуму. Сегодня в северной столице организованы общегородские учения, цель которых – отработать нештатные ситуации. Большую проверку устроили на подстанции Крестовская, которая обслуживает главные спортивные объекты футбольного чемпионата в нашем городе. По сценарию на станции произошла авария. Вышла из строя и соседняя котельная. Несмотря на сложную дорожную обстановку, к месту происшествия оперативно прибыли специалисты и спецтехника. В кратчайшие сроки им удалось восстановить теплоэлектроснабжение. Весь сценарий учения отработал. Показывает, что взаимодействие налажено между крупнейшими компаниями и органами исполнительной власти. Все отлично. Город может быть спокоен в преддверии двух крупнейших мероприятий. При подготовке к чемпионату сотрудники Ленэнерго построили дополнительную трансформаторную подстанцию. Проложили две кабельные линии, реконструировали существующую систему подачи электричества на Газпром-арену. В дни игр за качественную работу всех систем будут отвечать 16 дежурных бригад. Поэтому практически при любых ЧП питание главного стадиона Петербурга будет бесперебойным. В Выборгском и Калининском районах продолжаются масштабные работы по переключению абонентов с временного на постоянные трубопроводы от коллекторов котельной «Парнас». Уже смонтирован и запущен в эксплуатацию уникальный объект – Симоновский трубопровод. Его коммуникации самые большие в городе. Диаметр почти полтора метра. Как повышают энергетическую надежность Петербурга, знает Александр Одинцов. «Труба покрыта пенополиуретановой изоляцией. И после пенополиуретановой изоляции стоит оцинкованная сталь, которая защищает саму трубу как от осадков, так и от перепадов температуры. И предохраняет от тепловых потерь». В несколько слоев обернута труба, подобных которой на тепловых сетях всего города нет. Диаметр – 1400 мм. Масштаб оправдан, ведь тепло по этим коммуникациям поступает в более чем полторы тысячи зданий в Выборгском и Калининском районах. Реконструкция трубопровода началась еще летом 2019 года. Ни на один день из-за ремонта потребители не оставили без тепла или горячей воды. «Для того, чтобы не прекращать теплоснабжение и горячее водоснабжение на длительный период времени, по технологии мы сначала строим времянку, дальше переключаем теплоснабжение и горячее водоснабжение на времянку, и после этого приступаем к реконструкции постоянной тепловой сети». Сегодня уже завершили врезку отремонтированной постоянной сети. Так называемую обратку смонтировать обещают уже в июле. Самый большой диаметр у тех труб, что примыкает к котельной Парнас. Она, в свою очередь, может давать мощность до 1300 гигакалорий, чтобы отопить 896 жилых домов, 92 детских сада, 65 школ, 62 больницы и поликлиники и 19 учебных заведений. «На котельной Парнас два выхода. Это Суздальская магистраль и Симоновская, которые закольцованы в городе. При каких-то нештатных ситуациях в городе на тепловых сетях требуется отключение, локализация дефектов, и поэтому будет всегда возможность не останавливать котельную». А на Суздальской магистрали тем временем работы тоже кипят. Строители возводят почти 1600 метров временной теплосети, чтобы приступить к ремонту постоянной. И несмотря на то, что отопительный сезон только закончился, в ресурсной компании думают о грядущем. До 23 августа специалисты переключат абонентов на «Времянку» и приступят к монтажу основного трубопровода. Александр Денцов, Александр Аксенов, Телеканал Санкт-Петербург. В Павловский дом-интернат для детей с ментальными отклонениями передали 17 огромных палет самых необходимых для воспитанников вещей. Это прежде всего средства гигиены, мебель, коляски, спортивные товары, но самое главное – игрушки. Акция называется «Время добрых дел». Она проходит в восьми регионах страны уже четвертый год подряд. Приоритетом государственной политики является оказание помощи, в первую очередь, детям и мытительству. Поэтому все, кто участвует в этой благотворительной акции, несомненно, делают большое дело и для детей, и для города, поддерживать тем самым очень важное направление. Мы давно работаем с бизнесом, социально ориентированными и коммерческими организациями. Хоть и непростая экономическая ситуация в городе, в стране, но всегда они откликались на те нужды, потребности, проблемы, которые существуют в городе. Причем со своей инициативой сами. Это очень отрадно. В Павловском доме-интернате проживают сегодня 240 воспитанников в возрасте от 4 до 18 лет. С ними работают 600 сотрудников. НИИ скорой помощи имени Джани Лидзе получил в дар реанимобиль. Его для медицинского учреждения приобрел один из петербургских банков, который запустил собственную благотворительную программу «Благодарю». Последние полтора года там помогают больницам и врачам, которые борются с коронавирусом. Эта машина позволит не просто перевозить пациентов из одного региона в другой, она позволит и оказывать помощь в самом автомобиле, и перевозить пациентов в тяжелом состоянии, и забирать пациентов с нашей вертолетной площадки. То есть это исключительно благое дело. Мы очень благодарны. В этот период, конечно же, не могли не помочь крупнейшему медицинскому центру Северо-Запада, институту Джани Лидзе. И вот сегодня мы осуществляем дар в рамках программы благотворительности. Как я сказал, она имеет звучное название «Благодарю». Вот этот вот автомобиль скорой помощи, он действительно укомплектован полностью. И для нужд прославленного учреждения, я думаю, он послужит. Только за последний год НИИ имени Джани Лидзе получил помощь от благотворителей на сумму более 50 миллионов рублей. Компания и частные лица дарили медицинскую технику и средства индивидуальной защиты. Уникальный парк для любителей чтения появится в Петербурге. Сегодня о планах развития Российской национальной библиотеки говорили на 16-м международном книжном салоне. И так планируется, что за зданием библиотеки на Московском проспекте 165 разместятся 15 деревянных павильонов на площади порядка 2000 квадратных метров. В торговых точках будут продавать печатную продукцию, изделия художественных промыслов и многое другое. Планы грандиозные, но пока только определено место, которому предстоит подвести инженерные коммуникации и обустроить пространство для комфортного пребывания посетителей. Перспективный книгопарк не просто ярмарка продажа. Там планируют проводить общегородские мероприятия. Этот бренд сейчас проходит стадию, чтобы он был зарегистрирован, чтобы он был за Российской национальной библиотекой, чтобы это было официальное название. И мы соответствующую информационную и организационную работу начали. Дальше мы будем привлекать арендаторов, привлекать тех, кто будет там располагаться. Точные даты открытия книгопарка пока не называют. Скорее всего, общественное пространство появится в конце июня этого года. Также сегодня рассказали о планах ремонта зданий на Садовой и Московском проспекте. Оба здания-памятники. Так, в образце конструктивизма на Московском может появиться арт-резиденция. По сути, там поставят перегородки, чтобы зонировать пространство. Появятся лаунж-зоны и стойки с информацией. На портале и в мобильном приложении «Единая карта петербуржца» продолжает работу интерактивный сервис «Городской диалог». Это электронная площадка для проведения опросов по разным сферам жизни. Петербуржцы высказались более чем по 50 темам. И сегодня горожане могут ответить, как они относятся к необычным именам и к возможности сменить свое имя. Принять участие в проекте «Городской диалог» могут только авторизированные пользователи на портале ЕКП. Новые опросы публикуются два раза в неделю, а сам сервис использует блокчейн-технологию. Это исключает возможность фальсификации данных. При участии в опросах горожанам будут доступны дополнительные возможности от «Единой карты петербуржца». Подробнее можно узнать на портале проекта ekp.spb.ru или в одноименном мобильном приложении в разделе «Возможности». 85 городов по всей стране, 11 часовых поясов и один старт для нескольких тысяч любителей спорта. В воскресенье пройдет самый крупный полумарафон с синхронным стартом «Забег.РФ». О важности этого события и о планах развития спорта в России сегодня говорили в режиме телемоста «Петербург-Москва». В рамках воскресного старта можно выбрать между дистанциями в 1, 5, 10 километров и полумарафонскую в 21 километр 100 метров. На всех дистанциях спортсмены и любители по всей стране будут бороться за то, чтобы именно их город стал беговой столицей России в 2021 году. Полумарафон в северной столице также включен в спортивно-зрелищную программу Петербургского международного экономического форума. Центр «Забег.РФ» как раз-таки переходит в Петербург, потому что Петербург будет центральным городом. Как вы и правильно заметили, он и был центральным городом, но все присутствующие сегодня на Плесс-конференции, я так понимаю, собираются бежать «Забег.РФ» именно в Петербурге, чему мы очень рады. Дорогие друзья, добро пожаловать. У нас вчера мы отметили День города, и «Забег.РФ» нам дарит такой прекрасный подарок для всех петербуржцев. Это праздник, спортивный праздник. Я всегда говорю, что для нас спортивные мероприятия массовые – это в первую очередь праздники города. Соревнования за звание «Беговой столицы России» проводятся ежегодно. Добавлю, что из-за проведения мероприятия в воскресенье с половины девятого утра до обеда будут ограничены движения по Адмиралтейскому проспекту, Дворцовой, Университетской, Адмиралтейской набережным, Биржевому и Тучкову, Мостам и другим улицам. Также на этих участках будет закрыто движение общественного транспорта. Между тем, Северная столица продолжает отмечать свой день рождения. Телеканал «Санкт-Петербург» представляет праздничную программу. В шесть часов вечера зрители смогут увидеть концерт «Песня летит над Невой». В нем примут участие Светлана Кручкова, Михаил Боярский, Татьяна Буланова, Евгений Дятлов, Игорь Корнелюк, Елена Ваинга, Василий Гирелло. В восемь вечера зрители ждет спецвыпуск программы «Пульс города». Темой станет день основания Петербурга и все, что с ним связано. В 21.20 прямая трансляция концерта «Классика» на Дворцовой. Это легендарное произведение в исполнении лучших звезд мировой оперной сцены. Ну а ближе к ночи под аккомпанемент оркестра театра «Мьюзик Холл» под руководством Фабио Мастранжело эффектно поднимутся крылья Дворцового моста. Добавлю, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией доступ на Дворцовую площадь и набережные Невы будет ограничен. И посмотреть полностью концерты «Света» музыкальное шоу можно будет только в эфире нашего телеканала. И пока это все, о чем успели рассказать к этому часу. Больше новостей на официальном сайте телеканала Санкт-Петербург. До встречи!